Ислам тоже пришел к нам. Это после 7 века, где-то 8-9 век. Поэтому сказать, что это местная религия, могут только арабы. А остальные, что касается остальных религий, христианство православное пришло вместе с российским завоеванием в Центральной Азии, в Средней Азии. Миссионеры активно распространяли православие. И у нас, если взять северную территорию, в Таласской долине они даже успели построить церкви и были из местного населения православные. А в Казахстане было больше православных казахов. Это историки по-разному объясняют. Некоторые объясняют, что это с таким положением местного населения, социально-экономическим положением, что переходили. Они какие-то льготы получали, детей в школу и так далее. Но это насчет православия. Буддизм пришел, начал распространяться шелковый путь. Даже в Китае буддизм пришел по шелковому пути. Многие считают, что для страны буддистов нет. Это потом уже стало. Буддизм пришел, ислам тоже в Китае пришел по великому шелковому пути. Остальные религии у нас были доисламские верования. Вот сейчас пытаются доказать, что это религия. Есть сторонники. Там Алтай ездят, шаманов сюда приглашают, тенгрианство. Суть самого названия они мало вникают. Это от слова тянь небо китайского. Тянгри — человек небо. Теперь в отношении ислама. Ну, ислам у нас распространен с исламханафитского мосхаба. Почему наши люди перешли в ислам, кочевники? Потому что это очень такой толерантный мосхаб, толерантная ветвь ислама, который, если исламу не противоречит, обучие местные. Они их принимают, не отрицают. Теперь остальные, вот вы говорите, меньшинства. Это уже после... Многие увеличились годы независимости, но до этого у нас были и западнохристианские религии. Это когда? Вот когда переселяли в годы Великой Отечественной войны, немцы были переселены, они, вот баптисты у нас, западнохристианские, вот в этой ветви пришли. И здесь баптисты жили у нас, здесь, в Кыргызстане. Так что это... Нельзя сказать, что это новая религия. Она давно существует, это в этой ветви. Не обязательно, что Кыргыз должен быть мусульманином. И не обязательно, чтобы сын мусульманина должен быть мусульманином, хотя он, отец, должен воспитывать у нас все общие права человека. Родители несут ответственность, а оказывают поддержку выбора религии. Но если он потом решил перейти в другую религию, это уже его права гарантируются законом. У нас светское государство, у нас не религиозное государство. Исламизация идет, я бы не сказал, что это тотальная исламизация идет, но интерес к исламу, конечно, будет возрастать. В каком плане? Вот эти все события, которые происходят на Ближнем Востоке, и так далее, это встают на повестке дня, и это заставляет активизироваться верующих людей, религиозных деятелей, они выступают с проповедями, объясняют ислам, это мирная религия, это тоже оказывает влияние. Продолжение следует...